всем привет дорогие друзья сегодня субботнее утро в Алании очень жарко и вы все хотели увидеть канатную дорогу в Алании поэтому мы сегодня приехали показать вам все и рассказать что и как здесь обустроено Айхан еще не катался я уже каталась поэтому давайте пойдем с нами и прокатимся посмотрим и уже вы напишите в комментариях понравилось вам или нет а когда приедете в Аланию сами попробуйте поехали канатная дорога выглядит вот так точнее вход в нее сейчас мы идем по направлению в кассе цена билета как я уже говорила 20 лир туда и обратно то есть вы едете наверх и и возвращаетесь по тому же билету вот здесь есть цены 18 лир детский билет 10 лир в общем за 18 лир вы можете прокатиться туда и обратно многие спрашивали можно ли погулять наверху и вернуться обратно конечно же можно вы можете прогулять наверху это дневной билет мы сейчас возьмем билет и поедем дорогие друзья мы уже купили наши билетики вот так вот выглядит билет и как я уже сказала вы его можете использовать в течение дня подняться наверх прогуляться по крепости и далее спуститься вниз обратно надо монтаж канатная дорога открывается в 10 утра и закрывается в 11 но не забудьте что крепость работает только до семи часов поэтому старайтесь 10 до 7 если вы хотите прогуляться по крепости старайтесь воспользоваться канатной дорогой с 10 до 7 и у вас и джанлый сын по-русски я второй раз буду когда если нет и здесь ну да я покаталась это город курса там больше длиннее 8 километров до вот наша приехала приехала наша ходить приехала наша кабинка и мы заходим и ума сны и глюрсом Ильмаз рассказывает. Я тебя это, нашел девушка, скоро будем тебя женить. А я точно нашел? Я ей фотографию отправлю. Мы уже сели в нашу кабинку. Как эта корочка называется? Канатная дорога. Фуникулер. Мы уже в нашей кабинке, все с телефонами. Айхан делает прямой эфир, Ильмаз фоткает. Нет, он тоже прямой эфир. Тоже прямой эфир? Да. В общем все прямой эфир делают. Вот такой вот вид открывается на город с одной стороны. Я только буду фоткать. Посмотрите как красиво. А отсюда открывается вид на пляж Клеопатры. Клеопатры. Вот там вот вдали остался вокзальчик канатной дороги. Ехать наверх примерно минут пять-восемь. В кабинке, кабинка рассчитана на шесть человек, но в основном сажают по четыре человека. Поэтому кондиционеров здесь нет, но есть вот такие вот окошки, поэтому не жарко. Ну и ехать очень мало, поэтому от жары здесь не сваритесь. Ну а я вам покажу вот какой вид открывается на Клеопатру сверху. Когда вы спускаетесь вниз по этой дороге, то конечно же на Клеопатру открывается вид с другой стороны и можно сделать фотографии получше. Ну а на город открывается вот такой вот красивый вид. А где ты красавица? Очень панорама. Очень что? Очень красивая панорама. В общем, мы едем наверх вот до туда и можно... Турецкий флаг. Турецкий флаг. И вот до туда, до верха, до Ихмедека можно будет прогуляться по лестнице. Очень классно. Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Мы приехали на конечную станцию и отсюда до самого верха идет лестница, по которой можно дойти до Эхмедека. Ну а отсюда открывается вот такая вот красивая панорама на Аланьо, конечно сверху, сверху панорама намного красивее. Привет! 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 Репортаж выполнен? Привет! Давай выполнен, как? Меня снимает ли вы? Красиво, трамвай очень... Телефирик очень красивый. Привет! Айхансан, дышим мы едим, дышим, дышим? Ааа! Су içtim, да. Хорошо, идем. Я очень рада. Телефирик очень красивый. Смотрите, как красиво. Вот такая вот дорога ведет наверх до самого Эхмедека. Вы можете пройти до верху и оттуда полюбоваться красивыми видами Аланьи. Конечно же, жарко, но если идти медленно, то я думаю, что вы не устанете. Не забудьте, конечно же, взять с собой... Вот так вот народ поднимается до самого верху. И сейчас мы направляемся уже в Эхмедек. Мы дошли до самой верхней точки. Здесь уже, видите, обустроили ступенечки и вход в Эхмедек. Есть какие-то правила. Соблюдайте правила комфорта, помогайте друг другу. И вот вы видите... Открывается вот такая вот красивая панорама со входа в Эхмедек. Под деревом можно отдохнуть после дороги. И потом уже отправиться во внутреннюю крепость, откуда открываются очень красивые виды 360 градусов на Аланью. Как я вам уже говорила, крепость открыта с 10 до 19. И сейчас мы заходим во внутреннюю крепость. Я думаю, что мало кто из вас здесь был. Но здесь очень, конечно, красиво. Открываются потрясающие виды. Все пропитано и пахнет историей, деревом. Вид, конечно, отсюда на Аланию просто потрясающий. А мы сейчас пойдем вовнутрь. И я вам покажу панорамные виды на Аланию. Старая крепость, внутренняя крепость выглядит вот так. И чтобы подняться в Эхмедек, вам нужно купить билетик и уже подниматься по этой лестнице до самого верху. Вход в Эхмедек есть вот такая вот касса. Здесь вы покупаете билет для входа в Эхмедек. Стоит он, по-моему, 15 лир. И если вы покупаете билет здесь, то этим же билетом вы можете воспользоваться, поднявшись на самый верх, на смотровую площадку. Поэтому не забудьте, что если вы покупаете билет на самом верху, то вы можете спуститься сюда и по этому же билету попасть в Эхмедек. Или наоборот, купить билет здесь. Далее уже прогуляться до самого верху, до смотровой площадки. Использовать тот же самый билет, ничего не доплачивать. И спуститься уже обратно вниз на Дамлаташ, на канатной дороге. Ну а сейчас мы идем вот по такой узенькой дорожке, мимо старых традиционных турецких домов. Сейчас мы зайдем в один из таких домов, который является небольшим музеем. Я покажу вам, как выглядит настоящий турецкий дом. Там также есть женщина, которая делает ткань из шелка. С ней я вас тоже познакомлю. Поэтому здесь уже, видите, открыли вот такие вот платки со всякими сувенирами турецкими. Ну а по дороге до традиционного дома есть мечеть. В этой части крепости, кстати, очень много разных достопримечательностей, старинных зданий. Есть цистерна, есть старая мечеть, которую также можно посетить. Вот вы видите мечеть 1260 года. Она была построена во время основания крепости. Я думаю, что сейчас мы также постараемся зайти в эту мечеть и посмотреть, как она выглядит непосредственно изнутри. Вот вы видите, здесь очень много различных достопримечательностей. Культурный хаос мы туда сходим, цистерна, старый хамам и цитадель. Внутренняя крепость выглядит непосредственно вот так. Очень много здесь кактусов, но, конечно, от многих зданий остались только камешки. Но, как вы видите, мы сейчас идем к какому-то зданию. Я здесь, кстати, еще сама не была. Не знаю даже, друзья, что это такое. Может быть, старый хамам. Может быть, какая-то другая цитадель. Ну, как я вижу здесь, по-моему, здесь дорога у нас и заканчивается. Здесь уже частные жилые дома. Давайте все-таки пройдем чуть-чуть подальше. И посмотрим, что же здесь есть интересного. Так, здесь дорога заканчивается. Ну, а сюда наверх, если пройти, есть вот такое вот помещение. Не знаю даже, что это. Старое помещение или новое. Но похоже на новое. Вдалеке вижу туристов, которые... В общем, можно пройти по внутренней крепости и исследовать ее всю. Практически везде есть вывески. Поэтому вы сможете узнать, где вы именно находитесь. Ну, а сейчас мы подошли к какому-то древнему сооружению. Давайте пройдем чуть-чуть дальше и посмотрим, что же здесь расположено. Я думаю, что здесь все закрыто. Или вход... Или вход есть с другой стороны. Нет, здесь все закрыто, друзья. Ну, в общем, как вы видите, здесь можно прогуляться, все посмотреть. Ну, а сейчас давайте пойдем сначала в старую мечеть. Посмотрим, как она выглядит. И далее уже зайдем до традиционного турецкого дома. Близи мечеть выглядит вот так. Я немножко ошиблась. Она была построена примерно в 1530 году. И, конечно же, все желающие могут посетить мечеть. Нужно снимать обувь. Женщина должна одеть специальную одежду. Внутрь называется это Сулеймания Джами. Внутрь, я думаю, что я не пойду. Пускай останется тайна. Когда вы приедете сюда сами, вы уже сможете сами посетить эту мечеть. Ну, а сейчас давайте отправимся в традиционный турецкий дом. Здесь представлены также традиционные турецкие искусства. Как вы видите, друзья, здесь очень все традиционно. Вот так вот аутентично. Крепость, старые камни. Как я уже говорила, все пахнет историей. Очень здесь красиво. Стекольки цикады, много зелий. Поэтому обязательно, обязательно приходите сюда. когда будете ездить на канатной дороге. Традиционный дом находится прямо за мечетью. Видите, здесь тоже все вот так вот оборудовали для туристов. Я уже делала видео про этот традиционный дом. Но сейчас мы пройдем с вами и посмотрим, изменилось ли там что-то. Вот здесь ведут еще какие-то работы. Видите, этот дом одновременно музей. Культурный дом. Вход сюда бесплатный. Нужно надевать галоши. Здесь на входе нужно надеть галоши. И далее уже по лестнице мы поднимаемся наверх. Как вы видите, первая комната, в которую мы попадаем, это общий зал. Здесь располагается очаг. И в этом доме достаточно много комнат. Например, вот одна из комнат традиционного турецкого дома. Она выглядит вот так. Здесь есть диванчики. Все обито деревом. В шкафах раньше хранились домашние принадлежности. И наверху тоже хранились домашние принадлежности. Либо люди спали. А вот так вот народ обогревался. В этом доме не очень много комнат. Вот здесь чуть больше места. Видите, тоже есть такой камин. И наверху... Вы спросите, где же кровати? Кровати расстилали здесь, а наверху хранили принадлежности постельные. Далее здесь еще одна комната. Здесь, скорее всего, была кухня. Тоже очаг. Видите, комнатки не такие большие. И, конечно же, какой турецкий дом без балкона. Здесь есть небольшая кухонька. И балкон, с которого открывается потрясающий вид на Алане. Поэтому, друзья, когда вы будете в Эхмедеке, обязательно посетите этот дом, чтобы увидеть. Это отреставрированный дом в центре Алании, кстати, тоже такой есть. Поэтому обязательно посетите и увидите, как же выглядит настоящий турецкий дом. Ну, а на первом этаже расположена небольшая мастерская, где делают изделия из шелка. Вот вы видите, женщина здесь сидит и плетет вот такие вот салфетки. В Алании, кстати, очень-очень развито это производство. Делают различные сувениры. Вот такие вот картины. Различные для дома. Различные предметы декора. Поэтому, друзья, обязательно посетите этот дом. Здесь очень-очень интересно. Здесь также есть вот такая вот кафешка, где можно отдохнуть, купить различные сувениры. И вот лампы, друзья. Я вам показывала, как растут тыквы. А здесь уже, вот видите, готовые лампы. Такие сувениры тоже можете приобрести. Айхан. Мы взяли билетику, чтобы пройти в Эхмедек. И сейчас направляемся в сторону Эхмедека непосредственно, чтобы посмотреть панораму. Здесь очень много кактусов. И туристы фотографируются с кактусами, боятся, чтобы иголки их не укололи. Ну а отсюда открывается вот, видите, такой красивый вид на пляж Клеопатры и на ту сторону Аланьи. Отсюда получается очень-очень красивые фотографии. Вот так вот выглядит фото в Эхмедек. Раньше можно было подниматься на самый-самый верх. Оттуда открывается потрясающая панорама 360 градусов на всю Аланью на обе стороны. Ну а сейчас вход, как вы видите, открыт только сюда. Дядечка-охранник сказал, что скоро туда тоже сделают лесенку. И можно будет ходить в ту сторону наверх. Отсюда, конечно, не такие потрясающие виды открываются, но все равно красиво. Не опёрсунус. Айхан сказал, что здесь есть одно местечко, куда можно забраться. Сначала я пройду вот сюда. Отсюда, видите, вот из таких вот окон открывается вид на пляж Клеопатры и на Аланью. Видите, здесь тоже 360 градусов панорама. Можно посмотреть и в ту сторону, и в эту сторону. И если подняться вот туда, куда залез Айхан, можно увидеть полностью панораму 360 градусов. Не знаю, как оттуда. Сейчас поднимемся, посмотрим. Самое место. Я не могу. У нас есть панорама? Да, я не могу. Но я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Ты не можешь. Я не могу. Ну что, друзья, вот такое небольшое путешествие по... Крепость закончилась. Сейчас мы возвращаемся обратно на канатную дорогу и будем уже спускаться вниз. Если вы ездите в Аланию, приезжайте в Аланию, обязательно прокатитесь до Эхмедека на канатной дороге и побродите по окрестностям. Очень здесь красиво, аутентично пахнет историей. Конечно же жарко, но оно того стоит. Вы можете посидеть также в кафешке, отдохнуть, попить прохладительных напитков или, конечно же, турецкого чая. Поэтому, друзья, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте пальчики вверх, комментируйте, подписывайтесь на наш канал. Ну, а всем всего хорошего. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok